Рок-музыка и рок-поэзия Клип и песня прозвучат в эфире 25 июля Этот день отмечен одним скорбным событием для многих русских людей В этот день, в 1980 году, в возрасте 42 лет, умер Владимир Семенович Высоцкий Любимый народом артист, бард и поэт, русский поэт А в России, как мы знаем, поэт больше, чем поэт И это действительно так Если на Западе поэты это искусные стихотворцы Может быть даже мудрецы или философы То в России это властители дум Не все, конечно, но народные поэты точно Высоцкий и был самым настоящим народным русским поэтом Высоцкий – плоть от плоти русский человек Русский до мозга кости Само воплощение всего русского Русскость проявлялась у него во всем И в жадности к жизни, и в творчестве, и в бесшабашности характера И в страстности в любви и в профессии И в беспощадности к самому себе И в наплевательском отношении к своему здоровью И в образованности, и в интеллигентности И в тактичности по отношению к другим людям И даже в наших традиционных русских пагубных привычках Русскость проявлялась и здесь Пить так пить, а не губы мочить Гулять так гулять, а работать так до изнеможения Все у него было по-русски И в первую очередь широта его души Именно поэтому он был не заслуженным, а именно народным А народная любовь, по-моему, дороже любых званий Не было у него званий, но была всенародная любовь Которая дороже любых наград И все это выливалось у него и в стихи, и в песни В которых создана целая панорама русской жизни Целая галерея всевозможных образов Вылилось и в создание незабываемых сценических образов Гамлета на сцене театра на Таганке Дон Гуана в маленьких трагедиях Пушкина Арапа Петра Великого И, конечно же, всенародно любимого капитана Жеглова Вместе встречи изменить нельзя Именно за эту роль он получил единственную награду от государства Да и то, семь лет спустя, после своей смерти В 1987 году он стал лауреатом государственной премии СССР Посмертно И даже в этом проявилась его русскость Гонение, недооценка поэтического творчества при жизни И посмертное признание При жизни поэт не мог пробиться К официальному, узаконенному общению со слушателями Большинство его творческих вечеров Проходили неофициально Мне многое нравится в творчестве Высоцкого Но больше всего люблю его юмористические песни Особенно Ой, Вань, гляди, какие клоуны Ой, зел, смотри, не трогай шурина Какой не есть, а все жродня Сама намазана, прокурена Эти дождеси у меня А у тебя, ей-богу, Вань, ну все друзья Такая рвань, и пьют всегда в такую рань Такую дрянь Мои друзья хоть не в баллоне Зато не тащусь из семьи А гадостью дезэкономии Хоть поутрудам свои Великолепные образы Вани и Зины В которые он перевоплощается по ходу развития песни Демонстрируя свой актерский талант Слегка гротескно, но узнаваемо И поэтому очень смешно Анонсируемую сегодня песню Я посвящаю памяти Владимира Высоцкого Знаю наперед, что мои доброжелатели будут писать мне «Ты кто такой?» чтобы посвящать песни народному поэту Пытаешься получить отблески его славы На что заранее отвечу «Мне чужой славы не нужно, мне б свою заработать» Но думаю, что моя искренняя любовь к его творчеству И уважение к нему как к настоящему русскому мужику Патриоту своей страны позволяет мне это сделать И я уверен, что Владимир Семенович меня не осудит В своей песне я использовал одно слово из его стихотворения «Я никогда не верил в миражи» Четверостища из которого частенько зачитывал мне мой научный руководитель в аспирантуре Который очень гордился своим знакомством с Высоцким Они жили в молодости в соседних московских переулках И каждый раз во время очередных вечерних научных посиделок Слегка захмелел, доставал блокнот Говорил, что это Володя записал ему в блокнот собственной рукой И зачитывал И нас хотя расстрелы не косили Но жили мы, поднять не смея глаз Мы тоже дети страшных лет России Безвременье вливало водку в нас Таким образом он оправдывал свою любовь к алкоголю Вот слово «безвременье» я и включил в свою песню Песня эта не бардовская Она исполнена в стиле новых хард-рок Но надеюсь, что ценители творчества Владимира Высоцкого Прослушают ее и отзовутся на мое посвящение Которое прозвучит и в Инстаграм, и в Ютуб 25 июля в 11.00 Но я прошу вас, друзья, не путайте посвящение с самим Владимиром Высоцким Не отождествляйте героя, от имени которого поется эта песня С нашим великим русским поэтом У Владимира Семеновича могло быть несколько иное отношение к миру И более доброжелательное отношение к своим врагам Чем то, которое у автора этой песни До встречи, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!